Что может быть страшнее, чем оказаться в пещере на такой глубине, куда не пробивается солнечный свет? Ведь именно там человек оказывается один на один со своим телом. Самое глубокое в мире погружение было на 332 метра. Это огромная глубина. И сегодня мы поговорим о не менее опасных и глубоких погружениях, которые иногда заканчиваются совсем не так, как планируют дайверы. Всем привет! Добро пожаловать в гости к Мистике. Сегодня у нас с вами жуткая во всех смыслах история. Тут и вода, и пещеры, и смертельное совпадение. Поговорим мы о дайверах, и в частности о Дэвиде Шо и о его погружении на 283 метра, которое закончилось так, как никто не мог ожидать. Если вы уже давно смотрите мои видео, но почему-то еще не подписались, то сейчас самое время. Кнопочка внизу, подписывайтесь и не пропустите ни одной новой истории. Ну а теперь мы будем в прямом смысле нырять в это дело. Число людей, которые могут погружаться на глубину 280 метров, меньше, чем число людей, побывавших на Луне. По крайней мере, это было так в конце 20 века. Именно в 92 году начал свою карьеру молодой парень по имени Деон Драйер. Тогда ему было всего 18 лет. Деон Драйер вырос в Южной Африке, в городе, расположенном к югу от Юханесбурга. Он был настоящим искателем приключений. Деон профессионально занимался дайвингом и часто устраивал глубокие технические погружения. В 94 году, всего через два года после начала карьеры, Деона вместе с некоторыми членами Ассоциации подводного плавания пригласили на погружение в пещеру Бушманс Хоул. Ее глубина 283 метра. Еще раз, 283 метра. Туда Эйфелева башня поместится почти полностью. Родители, в частности, мать Деона была против такого погружения. Парень еще совсем молодой. Он только начал тренироваться. У него недостаточное опыта. Но на такие погружения не зовут, кого попало. Да и вообще в эту пещеру очень сложно попасть. Она находится на частной территории. И такой случай может выпасть только один раз в жизни. И упускать его было бы глупо. Он сказал, «Отец, то, что меня пригласили, это большая честь. Он был очень аккуратный и сознательный. Поэтому его и позвали. А вы-то что об этом подумали? Я поддержал его. Я был уверен, что у него не возникнет проблем. Но мать была против. Она не хотела, чтобы он туда ехал». Поэтому в итоге родители отпустили сына на погружение, которое стало для него последним. 17 декабря 1994 года во время одного из тренировочных погружений в районе 48 метров Деон погиб. Он просто не вернулся на поверхность. Его коллеги рассказывали, что видели, как свет от его фонаря опускается все ниже и ниже и теряется в глубине. На такой глубине, как вы понимаете, темнота просто полнейшая. Да и вообще, много света через небольшую расщелину на поверхности никак не может проходить. Скорее всего, причиной стало то, что он слишком активно дышал, и у него в легких скопился углекислый газ. От этого он потерял сознание, и все. По крайней мере, так считают коллеги дайвера. Его пытались искать сразу же после случившегося, но тайна его гибели исчезла вместе с его телом. Родителям молодого человека сообщили эту страшную новость, и начались поиски тел Деона. Для этого наняли даже небольшую подводную лодку, которая опустилась до самого дна пещеры. И она не нашла там ничего, абсолютно ничего, кроме шлема Деона. Сам же парень как будто бы исчез. Родители Деона не теряли надежды найти сына и передать его тело земле. Но шли месяцы, и вода на поверхности пещеры так и оставалась неподвижной. Тогда они решили увековечить память о Деоне с помощью металлической таблички с его именем и двумя датами. Так прошло 10 лет. Наступил 2004 год. Пещера Бушманс Хоул манила дайверов со всех концов планеты, и среди них оказался опытнейший и очень известный австралийский дайвер по имени Дэйв Шоу. В октябре 2004 года он с напарником по имени Дон Ширли опустился на дно Бушманс Хоул, и там его ждало неожиданное открытие. Обычные дайверы в этой пещере погружаются вниз по веревке, опущенной до самого дна. А затем, опустившись, они не отпуская веревку, проводят короткое время на дне и начинают долгий подъем вверх. Но Дэйв Шоу решил сделать то, что другие дайверы обычно не делают. Он отошел от направляющей веревки и решил осмотреться на дне. У него на руке был фонарик, которым он освещал стены пещеры. Он удалился немного в сторону и провел светом фонаря по полу. И тут, буквально на секунду, фонарь выцепил из темноты что-то похожее на человеческое лицо. Это был череп, причем с хорошо сохранившимися зубами. Дэйв отвел фонарик дальше и увидел, что перед ним человек, а точнее, как ему показалось, скелет в полном снаряжении, в костюме, с баллонами. Каждая минута, проведенная на такой глубине, равняется дополнительному часу декомпрессии под водой на пути к поверхности. Так что там вот буквально каждая секунда на счету. И у Дэйва не было времени осматривать все в деталях. Дэйв пометил место, в котором нашел скелет. И он сразу, естественно, понял, что это Деон Драйер. А также он сразу понял, что должен поднять его наверх. Но не в этот раз, разумеется. Путь наверх занял 8 часов. С такой глубины нельзя просто так взять и вынырнуть. Нужно медленно продвигаться вверх, проводя последние часы в считанных метрах от поверхности, зная, что Земля так близко и так далеко. Резко выныривать вверх нельзя по одной простой причине. Телу необходима декомпрессия, иначе дайвера настигнет кессонная болезнь. Так как газы растворяются в жидкости намного лучше, если они вместе с этой жидкостью находятся под большим давлением. И поэтому чем глубже погружается человек, тем больше газы растворяются в крови. А когда поднимаешься на поверхность, то начинается обратный процесс. И происходит вспенивание крови. Растворенные в крови газы больше не могут там удерживаться при меньшем давлении. И начинают выходить. Если подниматься постепенно, то выделяемые из крови газы вмываются и выходят через легкие вместе с выдыхаемым воздухом. Но если стремительно подняться на поверхность, то газы освобождаются так быстро, что в крови образуются пузырьки, которые могут закупоривать кровеносные сосуды и приводить к разного рода последствиям. И даже к смерти. И когда Дэйв Шоу наконец добрался до поверхности, первое, что он сказал, сняв свой костюм, было то, что он вернется вниз за Дэоном. «Дэйв, как ты себя чувствуешь?» «Все нормально. Я немного замерз во время подъема. Но почти до самого конца время пролетело очень быстро. Я стал смотреть вниз. Там не очень крутой спуск. И слева я увидел тело. Я попытался его сдвинуть. Но мне уже стало тяжело дышать, поэтому я понял, что это не лучшая идея на такой глубине. Когда я нашел Дэона, он лежал на спине. Его руки были подняты вверх, они поднялись из-за плавучести его костюма. На нем все еще была надета маска. И та часть тела, которую я увидел, была без мягких тканей». А еще Дэйв рассказал своему другу и напарнику Дону Ширли, что он уже видел этот скелет Дэона в пещере. Ему снилось все это. Причем Дэон располагался именно в том же месте, в котором он привиделся Дэйву во сне. Вот у меня сейчас просто мурашки по коже бегут. Ему снилось, как он нашел тело. И оно было ровно в том же положении, как в реальности. У него было предчувствие? Да. Тело было точно такое, как во сне. Вы не сомневаетесь в том, что Дэйв решил вернуться ровно в тот момент, когда увидел тело Дэона? Несомненно. На тот момент Дэйву Шоу было 50 лет. Он очень опытный и уверенный в себе дайвер. Его знали и уважали в дайверском сообществе. И у него даже есть собственный сайт с отчетами по сверхглубоким погружениям. Там фотографии, обмундирование, ну в общем, все, что нужно. Этот человек просто жил погружениями. До того, как стать дайвером, Дэйв был пилотом. С 18 лет он летал на небольшом самолете и опрыскивал поля на фермах в Австралии. В том же возрасте он познакомился с Энн Роуден, его будущей женой. Затем он работал пилотом в миссионерской организации в Папуа, Новой Гвинеи. А потом они вместе с Энн переехали в Гонконг, где Дэйв продолжил работу пилотом, а также начал обучаться дайвингу. Примерно в то же время в Южной Африке будущий напарник и друг Дэйва, Дон Ширли, открывает свой магазин для дайверов. Там, в Южной Африке, они и познакомились. А затем и подружились во время дайвинга в заброшенной шахте Камати Спрингс. Шоу и Ширли провели вместе более ста часов под водой всего за два с половиной года. «Было просто потрясающе находиться в воде с Дэйвом. Нам было очень легко», — говорит Дон Ширли. Так вот, после своего первого погружения в Бушманс Холл, Дэвид Шоу встретился с родителями Дэона Драйера и пообещал им организовать целую экспедицию и поднять тело их сына с глубины. Родители Дэона не настаивали. Дэвид сделал все это исключительно по своему желанию. О чем вы подумали в тот момент? Дэона нашли. Чтобы это осознать, нужно время. Это просто нереально. Мы с Дэйвом встретились, и еще до того, как я попросил его поднять моего сына со дна, он сам мне это предложил. Я сомневался. Может оставить его там? Он счастлив там. Или лучше его поднять? Но мы решили все-таки поднять его. Мари не могла успокоиться. Дэон пропал. Она не могла принять его смерть. Дэйву нужна была причина для дайвинга. И теперь у него есть очень хороший повод. Началась подготовка к погружению. Дэйв вместе с Доном связались с другими дайверами, способными погружаться на экстремальную глубину. Они вместе продумали план по возвращению тела Дэона Драйера на поверхность. Жена Дэвида сшила специальный мешок, в который Дэона поместят на дне и затем по цепочке от дайвера к дайверу будут передавать вверх. Мешок был нужен для того, чтобы тело просто не развалилось на части, потому что было непонятно, сколько там еще осталось мягких тканей и в каком вообще оно состоянии. Ведь под водой без доступа кислорода оно могло пролежать и остаться нетронутым очень долго. Но все же прошло 10 лет, и Дэйв видел именно череп в маске. Так что судить здесь было очень сложно. Нашелся и режиссер по имени Гордон Хайлз, который согласился снять об этой экспедиции документальный фильм. Да, это будут первые в мире кадры с такой глубины. Так что будет интересно посмотреть, получится это у нас или нет. Он сконструировал специальный шлем для Дэвида и прикрепил к нему камеру так, чтобы она снимала то, что видит сам дайвер. Мы просверлили три отверстия, чтобы понять, под каким углом разместить камеру так, чтобы видеть, что делают его руки. Нам нужно было видеть, что он сам видит. Гордон очень увлечен техническими аспектами. Он будет использовать мою голову как штатив для камеры. Это было серьезным изменением, потому что теперь Дэвиду необходимо было опускаться вниз в шлеме. Он к этому не привык. И к тому же ему нужно было поменять расположение своего фонарика. Вот так я обычно использую свой фонарь. Вот так. Освещаем то, что хочу увидеть. Когда не использую, вешаю на шею. Обычно фонарь Дэвид прикреплял к руке, а когда он ему мешался, то он просто вешал его на шею. И во время этого погружения ему нужны будут две руки. Но из-за высокого шлема повесить фонарик на шею не получится. Поэтому он решил, что просто будет отпускать этот фонарь в свободное плавание сбоку. И брать его тогда, когда он будет нужен. И это очень важно. Хотя, казалось бы, ну фонарик и фонарик. Какая разница, где он висит. Но на самом деле, каждая деталь в костюме дайвера продумана. И ничто не должно болтаться без дела. Ничто не должно мешаться. Дайвер должен знать, где, что, когда находится. Особенно, если разговор идет о длительных погружениях на 6, 8 и 10 часов. На такие погружения, например, нельзя уходить обезвоженным. Ну то есть, прямо перед погружением надо как минимум попить воды. Но если сейчас вы выпили воды, это значит, что в ближайшее время вы захотите в туалет. А если дайвер уходит под воду на 8 часов. И на нем надет специальный непромокаемый костюм, который не пропускает воду вообще. Он просто герметичен и он сохраняет температуру тела. Ведь за 8 часов в воде, в ледяной, в пещере можно серьезно переохладиться. Поэтому даже то, как дайвер расправляют нужду, продумано до мелочей. Вот на полном серьезе. Они надевают специальную ракушку, от нее отходит шланг и ведет к клапану, который пропускает жидкость только наружу. Вот так вот это работает. Окей, я только что снял свой сухой костюм. И вот смотрите, вот трубка, которая ведет к клапану. Она проходит через штанину. И вот она идет вверх. Это я все к тому, что в костюме дайвера продуман каждый сантиметр. И изменить даже положение фонарика, это очень серьезно. И именно положение этого фонаря у Дэвида Шоу большинство экспертов считают причиной того, что произошло во время погружения. Но обо всем по порядку. Итак, за неделю до погружения Дэвид и его напарник Дон в озере отрепетировали, как будут упаковывать останки Деона Драйера в этот специальный мешок. Дон Ширли лежал на дне в озере, а Дэвид надевал на него этот мешок. Репетиция прошла успешно. Они вычислили, что на все про все должно хватить 6 минут. Всего 6 минут Дэвид должен будет провести на дне. А вот, что сам Дэвид писал на своем сайте о планируемом погружении. Скоро здесь будут опубликованы подробности моего следующего крупного погружения. С 4 января 2005 года будут публиковаться ежедневные обновления, в которых будет рассказываться о наших продвижениях. А пока расскажу немного деталей. Это будет погружение с целью возвращения тела Деона Драйера в Бушманс Холл. Погружение сейчас находится на поздних стадиях планирования и будет проходить с 4 по 12 января 2005 года. В нем участвует много людей, этот проект довольно большой. Дон Ширли отвечает за большую часть координации нашей работы, за что я ему очень благодарен. Погружение будет уникальным и массивным. Я планирую провести до 5 минут на 270 метрах, подготавливая типа к поднятию. Это будет равносильно 680-минутному погружению на ребризере замкнутого круга. Запасных баллонов газа у нас 19, в каждом по 11,4 литра. Там разные газовые смеси. Если все пойдет по плану, я буду использовать 7 различных смесей газов на подъеме. Самые последние баллоны будут на отметке 150 метров. Я возьму с собой 4 баллона по 11,4 литра. Их мне хватит, чтобы добраться с 270 до 150 метров. Внизу одного баллона хватит всего на 3-4 минуты. Команда запасных дайверов будет использовать ребризеры с замкнутого круга. Дерек Хьюз, который будет снимать фильм на меньшей глубине, будет на ребризере открытого круга. На поверхности будет работать очень много людей. По последним подсчетам их около 25. Оказавшись на дне, я должен освободить Деона от его снаряжения, поместить его в сумку, прицепить его снаряжение к веревке и вернуться к направляющему тросу с Деоном. Потом я должен начать подъем, предварительно прицепив снаряжение к отдельному тросу. Мне довольно много надо успеть за эти 5 минут. Приоритетом будет сумка с Деоном, а уже потом снаряжение. Если у меня возникнут проблемы при подъеме с телом, я прикреплю сумку с Деоном к направляющему тросу. Ее можно будет подтянуть позже. Предполагая, что если подъем идет нормально, то я передам тело Дону Ширли, когда он встретит меня на 220 метров. Он доставит его до следующего дайвера на 170 метров, который поднимет его до 120 метров и так далее. Таким образом, Деон выйдет из воды за много часов до меня. Когда я буду на декомпрессии, страхующие дайверы будут время от времени посещать меня, чтобы проверить, все ли в порядке. Они передадут мне воду и еду. Затем, начиная с 15 метров, каждые 30 минут я буду дышать смесью, на 50% состоящей из кислорода, а после 6 метров буду вдыхать 100% кислород с помощью ребризера открытого круга. Потом буду возвращаться на закрытый ребризер. Последняя декомпрессионная остановка будет на 3 метрах. Она продлится около 140 минут. На поверхности, в 70 метрах от фактического входа в пещеру, нас будет ждать двухместная барокамера. На всякий случай у нас будет более 50 50-литровых баллонов с гелием и 14 баллонов с кислородом. У нас также будет врач и другой медицинский персонал. И все оборудование будет под рукой. Как видите, спланировать все это непросто. Напишу еще, когда появится время. Наступило 8 января 2005 года. Полиция отцепила район Бушманс Хоул. Заранее все 9 приглашенных дайверов и Дэйв с Доном собрались вместе, и Дэвид произнес следующую речь. Я должен сделать акцент на том, что самый важный человек во время погружения – это ты сам, не я. Для меня самый важный человек – это я. Вы сами должны о себе позаботиться. По-другому быть не может, понимаете? Лучше пусть один человек погибнет, чем погибнут двое. Вот так все просто. А напарнику он сказал, что если ему нужна будет помощь, то он позовет его светом фонаря. Никто больше, кстати, об этом не знал. Дон Ширли спросил Дэвида. Если у тебя будут проблемы, мне спускаться вниз? Дэйв подумал и ответил. Да, но спускайся, только если я подам сигнал фонариком. Дон перед всей командой также сказал следующее. Если Дэйв не сможет выбраться, или если я не выживу, мы останемся там. И все. Мы не хотим, чтобы нас доставали на поверхность. Мы договорились, что если Дэйву нужна будет помощь, он позовет меня. Подаст сигнал фонарем. Почему вы всем это не сказали? Я думаю, нам стоило сказать, что если у Дэйва будет проблема, я спущусь к нему. Но я думаю, что мы все просто были уверены, что у Дэйва не возникнет трудностей. Каждый дайвер знает свою роль и свои функции. За каждым закреплена определенная глубина, и каждый знает, в какое время от него потребуются активные действия. Идея такая. Дэйв опустится на глубину 270 метров. Он упакует Дэона в мешок, а затем передаст его Дону, который будет ждать на глубине 220 метров. И дальше по цепочке дайверы перенесут его вверх. Я снова нахожусь в этом красивом месте после нашего погружения, поставившего мировой рекорд, во время которого я обнаружил тело Дэона Драйера. Теперь его семья наконец-то сможет найти успокоение после тяжелой утраты Дэона, произошедшей 10 лет назад. Вот мы здесь в январе 2005 года, почти готовы к тому, чтобы начать подъем тела. Итак, погружение началось в 6 утра. В 6.13 Дэвид Шоу пожал руку Дона Ширли и сказал «Увидимся через 20 минут». А затем он нырнул в темные воды в Бушманс Хоу. Дайверы, которые должны будут передать тело Драйера, заняли свои места. Дэвид приближался ко дну. За ним через 13 минут нырнул и Дон. Путь до дна у Дэвида занял всего 11 минут. Далее он должен за 2 минуты найти скелет и за 6 минут упаковать его в мешок и отправить к поверхности через других дайверов. По подсчетам, Дэон Драйер в мешке должен вернуться на поверхность ровно через 70 минут после начала погружения. А Дэвид через долгие часы декомпрессии. Ему потребуется около 10 часов до безопасного подъема на поверхность. У скалы ждут родители Дэона Драйера. Причем они пришли на погружение уже после того, как Дэвид опустился под воду. Они сделали это, чтобы он не чувствовал давление с их стороны. А также у воды стоят члены команды дайверов и режиссер документального фильма. И вот проходит 70 минут после начала. Та отметка, после которой мешок с Дэоном Драйером должен оказаться на поверхности. Но в пещере никого не видно. Проходит 75 минут, а вода в Бушманс Холл все еще спокойна. Команда дайверов, которая следила за происходящим на поверхности, подумала, что план Дэвида просто изменился. Все нормально, просто у них, видимо, был какой-то план Б, и что-то пошло иначе. Но когда спустя еще некоторое время на поверхность поднялись двое приглашенных дайверов и сказали, что никого не видели внизу, все поняли, что случилось что-то нехорошее. Идут долгие часы. Один из запасных дайверов должен был встретить Дэйва, и он внезапно видит, как двое других дайверов поднимаются вверх. В руках один из них держит специальную подводную доску, с помощью которой можно общаться под водой. На доске написано следующее. Не встретил Дэ и Дэ. На 150 метрах ждал 6 минут. Один фонарь внизу, в знак вопроса. Не уверен, что фонарь Дэ выключен. Когда эта доска оказалась на поверхности, надпись на этой доске зачитали, и все члены команды трактовали ее так, что оба дайвера, и Дон, и Дэйв, уже не вернутся. Один дайвер решил все-таки спуститься вниз, в надежде найти хотя бы Дона. И так и случилось. Он увидел одинокий огонек фонарика в самом низу, и это был Дон. Он спустился к нему, посмотрел в его глаза и спросил, все ли нормально. А затем он дал ему свою доску, и Дон на ней написал три слова. Дэйв не вернется. Эту новость дайвер передал на поверхность. На другой стороне этой доски был написан план Дона по декомпрессии. Он находился глубже, чем предполагалось, и его состояние было опасным. Всем теперь оставалось просто ждать. И только через 12 часов и 32 минуты после начала операции Дон поднимается наверх. Его вытаскивают из воды и отправляют сразу же в подготовленную для него барокамеру. Дон провел в барокамере еще 7 часов, и только затем его смогли отправить в госпиталь. В течение следующих двух недель он перенес еще 10 сессий в барокамере. Прошло больше месяца, прежде чем он смог ясно мыслить и ходить по улице, прямо не теряя равновесия. И вот, что он рассказал о том, что случилось на глубине. Когда Дон спустился на нужную глубину, он знал, что к этому времени Дэвид уже должен будет подниматься вверх. И он должен увидеть пузырьки воздуха, а также свет от его фонарика. Дон посмотрел вниз, а внизу ни пузырьков, ни приближающегося друга, вообще ничего. Он увидел только свет от фонаря Дэвида, и этот огонек не двигался. Дон подумал, что у Дэйва, скорее всего, было глубоководное опьянение, так называемый азотный наркоз. Тогда Дон решил, что опустится сам вниз и поможет другу. Напомню, их отделяют друг от друга 50 метров. Но он, тем не менее, начал спуск. И тут, на глубине около 243 метров, кстати, на такую глубину Дон еще не опускался, он слышит очень громкий хруст. Это разбился прибор, который отвечает за регулировки подачи кислорода. У него уже были с ним проблемы во время подготовки этого погружения. И теперь Дон понимает, что о спасении друга нет и речи. Он должен пытаться выжить сам. Без автоматического регулятора ему придется вручную менять концентрацию кислорода. И это очень сложно и опасно, ведь высокие концентрации кислорода на такой глубине могут просто заставить человека потерять сознание. Дон начал подъем, но перед этим он обернулся и увидел, что темнота пещеры полностью поглотила свет от фонарика Дэйва Шо. Но теперь, помимо утраты друга, у Дона появилась еще одна проблема. Дон находится на 30 метров глубже, чем планировалось. И, соответственно, его декомпрессия будет дольше. А это влечет за собой целую цепную реакцию. Кроме того, во время подъема у Дона начались осложнения. Его начало тошнить, стала кружиться голова, он потерял контроль над происходящим. Но он продолжал подниматься вверх. Когда он приблизился к потолку пещеры, там такой узкий проход на глубине около 49 метров, он почувствовал слабость. Инстинкты подсказали ему отсоединить ребризер. Это аппарат, который поглощает углекислый газ из выдоха и, насыщая его кислородом, передает воздух на вдох. И теперь он дышал через специальную трубку аварийно-выдыхательного аппарата и вручную регулировал уровень кислорода. И тут же все вокруг него начало кружиться. Дон еще не знал, но маленький пузырек гелия образовался в его левом внутреннем ухе, вызывая сильное головокружение. Он был словно в стиральной машине, и вдруг в этом водовороте он увидел свет фонарей. Он схватился за что-то, и это спасло ему жизнь. Дон продолжал трудный подъем. После того, как он с помощью доски сообщил, что Дэйв не вернется, к нему направились дайверы, опускаясь на запредельную для них самих глубину. Они его подстраховывали. И еще они передали ему послание от его жены, которые уже сообщили, что Дон в беде. Послание гласит. Сообщение от Андре. Я тебя люблю. Ты уж держись там, иначе... Через 10 часов Дон оказывается так близко к поверхности, что видит свет. Но он понимает, что не может резко выныривать. Ему нужно провести под водой еще пару часов, и только потом он сможет ступить на землю. А его друг и коллега Дэйв так и не вернулся. Анна, жена Дэйва, узнала о случившемся через 5 часов. Дэйв продумал все до мелочей, и на случай, если он не сможет вернуться на поверхность, он договорился со знакомым служителем церкви, что именно он принесет эту новость его жене. Я услышала стук в дверь, позвонили в звонок. Мне сказали, у них проблема, а Дэйви ничего не известно. Он не вернулся, а прошло уже 5 часов. Меня попытались убедить, что все еще есть надежда, но я знала, что надежды нет. Анна тогда была в Гонконге. Она никогда не приезжала на место погружения мужа и предпочитала вообще ничего не знать о том, что он делает под водой. Ей так было спокойнее. Ну и в принципе ее можно понять. Но не успевают коллеги-дайверы попрощаться с Дэйвом и смириться с тем, что теперь Бушманс Хоул стал последним пристанищем для двоих дайверов. Как всего через несколько дней, один из членов команды видит что-то странное в воде у узкой части пещеры. Дайверы отправились под воду, чтобы достать веревки, по которым они спускались вниз. И тут полицейский подошел к одному из дайверов и сказал ему, что они видели тело Дэона. Когда к месту, на которое ему указали, подплыл один из дайверов, он увидел, что и правда спиной к потолку пещеры прижат человек. Но это был Дэйв Шоу. А прямо под ним был Дэон Драйер, причем без головы. Скорее всего, Дэйв запутался в тросах, которые опускали для погружения. А затем, когда эти тросы стали вытаскивать, Дэвид и Дэон поднялись вместе с ними. Получается, Дэвид Шоу все-таки вернул Дэону Драйера на поверхность ценой своей жизни. Как он это сделал и почему они всплыли вдвоем? И самый главный вопрос, что стало причиной гибели Дэйва Шоу? Это предстояло выяснить. Полицейские нашли шлем Дэвида с камерой, и там были запечатлены кадры, которые помогут ответить на волнующие вопросы. Ссылку на полное видео с этой камерой я оставлю вам в описании, и самые смелые могут посмотреть. Итак, Дэвид опустился на дно. Он отошел от троса. Затем он нашел Дэона Драйера. И теперь его цель — обернуть его в мешок. И вот именно в этот момент что-то идет не по плану. Картинка на видео темная, иногда трудно увидеть, что там конкретно происходит. Но слышно дыхание Дэйва. Когда Дэйв оказывается у тела Дэона Драйера, его часы показывают 12 минут и 22 секунды после начала погружения. Он находится на дне чуть более минуты. Дэйв вытаскивает сумку и начинает пытаться надеть ее на ноги Дэона. И когда он это делает, облако Ила внезапно поднимается со дна. Когда это облако немного рассеивается, Дэвид видит, что тело Дэона теперь плавает прямо перед ним. А его голова отделилась. Это было совершенно неожиданно. Дэон, как оказалось, сохранился намного лучше, чем все думали. Это был не скелет, занесенный Илом. Он превратился в мумию из мылообразного вещества. Смотря это видео, трудно не задаться вопросом, почему Шоу просто не прекратил миссию. Он тяжело дышал, и Дэон, который был привязан к веревке, мог спокойно подняться на поверхности без его помощи. Его незачем было упаковывать в этот мешок. Но тут резко появляется еще одна проблема. Чтобы надеть этот мешок, Дэйву нужно использовать две руки. И поэтому он отпускает фонарь, и фонарь начинает просто болтаться в стороне. Дон Ширли, который смотрел эту запись, говорит, что это очень большая ошибка. Нельзя ни в коем случае дайверу отпускать снаряжение в свободное плавание. Дон, кстати, был против того, чтобы Дэйв менял расположение фонарика. Но он ему ничего не сказал, так как просто не знал, что его друг планирует никуда не прицеплять фонарь. После более чем двух с половиной минут, проведенных в попытках совладать с ситуацией, и после трех минут сорока девяти секунд внизу, Дэйв вытаскивает ножницы. Его руки трясутся от колоссального давления и от коктейля из газов, который заполняет легкие. Частота дыхания Дэйва продолжает увеличиваться. Он внезапно теряет равновесие. Он карабкается обратно к Дэону в облаке Ила. Дэвид Шоу продолжает проверять время на своем подводном компьютере. После пяти с половиной минут на дне он осознает, что пора уходить. На кадрах видно, что Илл под ним начинает двигаться. Он делает несколько шагов и резко останавливается. Он чем-то зацепился за веревки, и это его фонарь. Дэвид делает несколько попыток освободиться. Он все еще держит ножницы в руках, но все безуспешно. Дыхание учащается, и через 21 минуту погружения звуки начинают стихать. Легкие Дэйва Шоу наполняются углекислым газом. Он начинает терять сознание. Через минуту незаметно уже никакого движения. Что это было? Героический поступок или стечение обстоятельств сказать сложно. Когда Дон пересматривал это видео уже после того, как он пошел на поправку, он настолько сильно сочувствовал своему другу, что захотел узнать, что же он чувствовал в тот самый момент. Дон предложил провести необычный эксперимент. Он вставил в рот трубку по типу той, которая была у его друга, и включил это видео. И начал делать вдохи ровно в тот же момент, когда вдох делал Дэвид. К середине видео Дон делал по 36 вдохов в минуту. Это очень много. Нормальное количество вдохов это где-то 14-18. То, что случилось у Дэвида, это была крайняя гипервентиляция. Так еще он дышал через ребризер, ну или по-русски изолирующий дыхательный аппарат. В конце концов, когда Дэвид начал впадать в наркоз, он делал около 6 вдохов в минуту. И Дон начал повторять за ним. И тут он тоже почти потерял сознание. Так что можете себе представить, насколько огромный стресс испытывал Дэвид, находясь на дне. Когда жена Дэйва, Анна, узнала о том, что оба тела оказались на поверхности, она расстроилась. Анна хотела, чтобы ее муж навсегда остался в Бушманс Хоу. Ведь он больше всего любил дайвинг. Анна говорит, что Дэйв, по ее мнению, находится сейчас в раю. И что эта мысль помогает ей преодолеть страдания от его утраты. Когда я услышала, что его тело вернулось на поверхность, я была вне себя. Я бы с радостью сказала, просто отнесите его обратно. Я хотела, чтобы он остался там. Вы же понимаете, что это странно. Это очень необычно, да. То, что он умер, для меня значило, что он попал в рай. Что будет с его телом, уже не важно. Эта история поистине мистическая. А вам как кажется? Я поспрашивала у вас в Инстаграме, у кого есть знакомые профессиональные дайверы. И вот, что мне удалось выяснить. Самая большая опасность под водой – это паника. Так мне ответили почти все дайверы и водолазы. Даже небольшая паника может заставить человека камнем пойти ко дну. Еще опасной считают утечку кислорода. И то, что он может очень быстро закончиться, если неправильно дышать. Про кислородное отравление вы меня поправили и сказали, что это не совсем отравление, а как бы опьянение. Эффект от него как от веселящего газа. И случается оно от неправильного дыхания. А еще обычно кислородное отравление возникает только при большом давлении. И как говорит статистика, кислородное отравление в особо опасных местах бывает лишь в третьих случаев. По поводу того, что нужно сделать, чтобы научиться погружаться на 200 и более метров, вы мне ответили, что обычно такие погружения проводятся в бути-скафах, ну и в специальных костюмах. И для этого нужно сделать очень много погружений, получить сертификаты и, как минимум, получить технического дайвера. То есть, очевидно, это не в Египте с маской окунуться. То, что делал Дэйв Шоу, это безумно сложно и заслуживает огромного уважения. Про ощущения в теле на глубине тоже было много интересных комментариев. Некоторые писали, что ощущения почти не меняются. И даже сложно почувствовать, как опустился на большую глубину. Вы писали, что под водой и на поверхности дышатся абсолютно одинаково, и почти никаких отличий нет. Но в то же время люди ощущают расслабление. После погружения люди испытывают необычное чувство полета и легкости. Чувствуется давление толще воды. Ощущение давления можно описать, как будто бы вам на голову поставили гору книг. Многие говорили об ощущении свободы, парения, невесомости. Вы писали, что под водой очень хорошо. Там можно подумать обо всем, остаться наедине со своими мыслями. А чего боятся дайверы больше всего? Помимо паники и кислородного опьянения, опасные еще физические нарушения целостности костюма пугают взрыв баллонов. Хотя это в принципе невозможно, но вот страх у людей все равно есть. Так почему же дайверы все это делают? Вы пишете, что там под водой как будто бы другой мир. Там ощущение невесомости. Ты как будто в космосе. Манит неизведанная глубина и свобода, а также невиданный подводный мир. А как вы думаете, что заставляет людей заниматься дайвингом? Верите ли вы в такие мистические совпадения? Ну вот что он пообещал привести Деона на поверхность и принес. Пишите свои мысли в комментарии. Ну а я с вами буду прощаться. Спокойной ночи вам. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok